Вы на канале Мэри Фиш. Сегодня я первый раз входила в школу. Вера, ну что, ты тогда становись к деткам, хорошо? И мы там тоже будем просто чуть дальше. Ты становись тогда... Вот посмотри, пожалуйста, Вера. Вот Марина Геннадьевна, твоя учительница. Ты должна возле нее быть. Поняла меня? Мы тогда пойдем, а ты становись сюда, в ряд к деткам. Я рыбка, я рыбка золотая. Собрались мы все не зря, ведь сегодня в школе праздник. Праздник первого сентября. Меня в школу провожали, бабушка вздыхала. Говорит, что жизнь неспокойная, пропала. Это куча от нас, начало встало на первый класс. Дорогие первоклассники, для вас это самый-самый яркий в жизни такой ответственный момент. Очень хочется, чтобы вы запомнили сегодняшний день как самый-самый замечательный в вашей жизни. Побольше вам улыбок, хорошего настроения и, естественно, успехов в учебе. Сейчас он раздастся, ваш первый звонок, и вас пригласит он на первый урок. Бельская Марина Геннадьевна. Ну что, пойдем, Арсений? Да. Проводил сестру в первый класс? Проводил сестру в первый класс. Проводил сестру в первый класс. Проводил сестру в первый класс. сентября и твой первый день в школе в жизни ты сегодня просто центр в нашего внимания как тебе твой первый день в школе а что вы делали сегодня ручки свои что еще было интересного в школе в первый день что было еще что давали в столовой на а колбаса была какой сырокопченой сыровяленой или вареной ты покупаешь и она с черной там было сало в ней как она называлась может школьная или богатырская сломала скамейку первый день школы вера сломала скамейку надо пойти директору наверное сказать об этом ну ладно тебе знаешь что спросил сегодня арсений у мамы будет мама а когда директор будет танцевать на линейке представляешь я говорю сеня пойдем мы у него спросим он говорит пойдем и он был на самом деле настроен на то чтобы идти вместе со мной и у директора когда он будет наконец-таки танцевать постараешь себе а не танцевал да он немножко другие дела делает сегодня праздник и мы его продолжим поехали домой в общем расклад такой праздничный день продолжается мы сейчас едем в кафе веранка который располагается неподалеку от дома правда мы там еще ни разу не были но выбор пал именно на это место потому что там есть детская комната и так как 1 сентября в первую очередь праздник у нас для детей и но кроме всего прочего там кажется вполне недурственная кухня это вам не детский центр в котором можно пожевать только пластилиновую пиццу а там обещает быть неплохой я надеюсь что нам понравится и мы вам покажем как мы проведем вечер а кроме всего прочего ты красавица невероятная а кроме всего прочего сегодня еще 8 лет как начались наши с отношения так что памятных дат 1 сентября становится еще больше хочу вам показать красотку веру которую уже переоделась из официального вида более непринужденный и пойдет праздновать мы уже приехали на место я не могу удержаться чтобы не сфотографировать такую красоту вот вот так такой верен друг да хорошо выглядишь можешь чуть ближе ко мне наклониться у меня лучше было слышно лучше видно это я хочу похвастаться твоими очками красивые новые очки красивые харли дэвидси просто прочь ален как спал всю линейку так и спит к счастью сейчас умница детям уже принесли пиццу мы заказывали две нам принесли одну не знаю принесут ли вторую еще не понятно место довольно милое но с обслуживанием какая-то жесть потому что мы ждали просто полчаса пока у нас примут заказ и в итоге нам пришлось что в итоге нам пришлось идти и звать официант самим позвали официанта сейчас нам нужны тарелочки чтобы хотя бы одну пиццу разделить на двоих сахару я сейчас посчитаю сахару 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 Ну, будем надеяться, что здесь хотя бы кухня хорошая. Мне принесли чай в Восточный базар. К нему такие вот рюмочки, похожие на турецкие стаканчики или иранские стаканчики для чая. Я когда-то работала на иранской обыске, так что знаю всякие восточные премудрости. Леша принесли его пасху в Воланьезе. Мне прям для интереса хотелось засекать время, чтобы как-то примерно составить общую картину, как долго там внести весь наш заказ. В общем, на данный момент вместо двух пицц нам принесли одну. И пока принесли только Лешину пасту. А я еще где-то в проекте. Принесли уже и мою пасту. Не знаю, хочется верить, что она будет немного пооптимистичнее по своему вкусу, нежели Лешина Боланьезе, которая вступает в домашний макаронный пасту. Как ты, Леша, охарактеризовал вкус? Говно. Говно. В общем, промахнулась я сегодня с выбором первосентябрьского заведения. Ну, приходится есть, что есть. А тебе, Сень, как? Вкусно, да? Ну, вот Сеня Лешина Боланьезе понравилась. В общем, такого скудного вкуса в заведениях я уже давно не помню. Вопрос простой. Ваши впечатления от этого места? Впечатления полнейшего, дичайшего разочарования и негодования. Потому что так, было бы не невкусно, нам не было давно. Я просто увлажала его. Нам принесли цыпленку, которую мы заказали. Мы ждали час, пока его приготовят. Мы решили сначала отказать. Создался крем заказан цыпленка. Но в итоге нам его уже приготовили. И мы сняли с другой. На самом деле, у места классный, как он сам. Там большое, просторное помещение, красивый дизайн, открытая кухня. И вроде даже меню на первый взгляд ничего. Но по факту, обслуживание просто каменного века. Ну, никакое. Просто, не знаю, мне кажется, если бы мне дали меню и отправили в зал, я бы сделала это лучше, чем было у нас. И полка. Цены, абсолютно последние. Для Минска не ходите в веранду. Минской полной. Естественно, после того неизгладимого впечатления, которое произвела на нас веранда, никакой речи о десерте там и быть не могло. Поэтому мы заехали в магазин, выбрали себе мороженое. И вот дети уже успешно его поглощают. Так и заканчивается наше первое сентября. Покажем, как я тебе за голову поднимаю. Это будет весело. Давай, повернись к маме. Вот так вот, беру за голову. Не сопротивляйся. Расслабься. За руки держи, меня поддерживай. А то ты уже потяжелел. О, о, за голову поднимаем. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи, как уся. Как уся? Да.